Наскальные изображения Территория Казахстана представляет собой важнейшую провинцию распространения наскального изобразительного искусства. По нынешним представлениям, петроглифы в Казахстане возникли в неолите и неолите. Некоторые специалисты полагают, что они были и в каменном веке, но наибольшее распространение или бурный рассвет наскального изобразительного искусства относится к бронзовому веку. Для этого есть очень много причин. В частности, в бронзовом веке, в эпоху палия металла, общество, производительные силы получают широкое, быстрое развитие. И вот развитие общества, производительных сил, вообще производственной деятельности, скотоводства, металлургии, земледелия и так далее, послужило основой для развития изобразительного искусства в это время. Поэтому превалирующая основная масса наскального изобразительного искусства относится к бронзовому веку. В это время, значит, наряду с развитием общества, производства, вообще общественных отношений получают высокое развитие и мировоззрение. Это религия, мировоззрение, и непосредственно, как отражение вот этих общественных мировоззренческих явлений развивается наскальное искусство. Они напрямую отражают религию мировоззрения тех людей, которые жили, творили в это время. Они связаны с мифологическими представлениями людей, поэтому в репертуаре петроглифов этого времени превалируют эти мифологические мотивы. Естественно, сцена охоты, сцена батальной, сцена тоже имеет место, но в основном основные мотивы, основные композиции связаны с мифологическими представлениями людей, представления о вселенной, о структуре мифологического пространства по вертикали и по горизонтали и различные другие моменты мировоззрения и религии древних людей связаны с производственной деятельностью. В это время одним из важнейших или широко распространенных мотивов изобразительности являются колесницы, колесницы, повозки, потому что в это время получают распространение этот вид транспорта, это важнейшее изобретение этого времени, и одновременно, и как транспортное средство, и одновременно это превращается в объект мифологического осмысления, и поэтому с колесницей, с разновидностями колесничьего транспорта, с конем возникают различные мифологемы. Солнечная колесница, божественная колесница и так далее, и поэтому среди наскальных изображений определенное место занимает этот мотив. Повозка и колесница в разных вариантах изображения, в профиль или в плане и так далее. Такие изображения повсеместно были найдены в Казахстане, вот там, где имеется благоприятное условие для изобразительной деятельности, допустим, Теншанская гора, Алтайская горная система, и в западном Казахстане, Мугаджары, везде это найдено изображение боевой колесницы. С боевой колесницей также связаны непосредственно вот эти общественные отношения этого времени, войны, столкновения, различные межпременные отношения, и потом, значит, миграционные процессы, также связаны с повозками, и боевые действия, боевыми колесницами, и вот эти явления не могли не получить отражение в наскальном изобразительном искусстве, поскольку наскальные изображения в некоторой степени являются отражением этих общественных явлений, и в некоторой степени служат как-то знаковой системой и коммуникативные средства, средствами коммуникации, аккумулирования, хранения, передачи информации. Ну, и наскальные рисунки выбивались для чего, ради чего? Это не только во время каких-то религиозных или представлений, или в момент важного для того иного социумомента, даже какие-то празднества, связанные с соцсостоянием и так далее, с какими-то природными циклами, ну и для передачи какой-то информации, знаний в последующее поколение. И потом жрецы или великие художники в этих образах, собственно, закодировали и хранили информацию, то есть события, которые происходили в обществе. Поэтому, с другой стороны, они, отражая какие-то общие мировоззренческие ориентиры этих людей, они служили как похоронилищем вот этого знаний и средствам передачи информации в последующее поколение. Ну вот основные мотивы наскального искусства бронзового века являются вот такие изображения рогатых животных, вот триада рогатых животных, боевые колесницы и так далее. Но вот в центре всего этого изобразительного искусства стоит сам образ, сам человек, и образ его представлен в различных вариациях. Он как-то участник вот этих событий, колесничий. Колесничий с образом колесничего связано тоже михопредставление некоторое, поскольку боевые колесницы, если они становились главными комитетами, боевыми средствами передвижения, и, естественно, колесничий становится тоже в центре внимания, превращается в культовые личности и обожествляется. Это культ не только боевой колесницы, но и культ колесничий возникает в обществе, и, соответственно, изобразительное искусство, как форма вообще изобразительной деятельности, отражал вот эти явления в общественной жизни, в сознании, мировоззрении людей. Поэтому культ колесничего, воина тоже получает широкое распространение и практически становится одним из центральных сюжетов изобразительного искусства. То есть антропоморфный образ получает распространение и в виде колесничьих воинов, но и в виде охотников, и в различных сценах, связанных с культом плодородия, ну и различные батальные охотничьи и прочие сюжеты. Наряду с рогатыми животными возникают образы и других животных, допустим, верблюда, коняк, конь тоже. Наряду с боевыми колесницами становятся одними из культовых животных, которые получили отражение в искусстве, поскольку именно конь, быстроногая, конь, становится основным жертвенным животным, животным, которого приносили в жертву в честь солнечного божества различных. И вот эти религиозные представления получили отражение мифологии, они известны по некоторым сохранившимся письменным источникам, скажем, вот повести, ригиги, и они были, эти мифы в той иной степени получили отражение и в наскальном изобразителе искусства Бонсового века. Следующий период – эпоха Раннего Железного века, там происходит коренное изменение в мировоззрении, в идеологии людей. Это было связано с переходом в другой образ жизни, наступлением кочевого скотоводства, наступлением мобильного образа жизни, с освоением коняк, как средства, и общее общество становится мобильным, и, соответственно, искусство отражает вот это мобильное, движущее, быстродвижающее состояние общества. Вместо вот этих статичных образов, быка, тура, антропоморфных образов статичных, возникают вот эти динамичные образы, вот, допустим, те же лошади, те же животные, вот, архары, козорные козлы и так далее, они изображаются в ином стиле движения, в постоянном, то есть вот это состояние отражает из состояния всего этого мобильного, физического общества. Исчезают некоторые мотивы, характерные для предшествующей эпохи. бронза, скажем, коресницы постоянно исчезают, потом исчезают вот эти сцены, связанные с культом, плодородий, эротические сцены, на их смену приходят совершенно другие образы. То есть это односкальное изобразительное искусство той иной эпохи отражает особенности, специфику мировоззрения своей эпохи. А потом, вот, в Средние века уже возникают лаконичные образы, в центре носками изобразительного искусства, графическое искусство Средневеков становится вооружённым до зубов воин, влечащиеся вот вперёд-назад и так далее. Вот этот образ становится центральным изобразителем изобразительного искусства эпохи Средневековья. Исчезают те же одиночные, но красивые изображения, выполненные в зверином стиле, характерные для бронзо-арписа скетносакского времени. Ну, вот то, возникают вот эти патальные сцены, сцены, сражения воинов с пиками, прочими, телеги различные. И вот такие мобильные, но очень скупые, лаконичные образы. Объёмность исчезает, но графичность вот такая возникает. Графичность вот в большей степени характерна для наскального изобразительного искусства и вкупе Средневековья. Все эти изображения найдены в разных уголках Казахстана, вот как Алтайская горная система, Алтайская горная система, Маганджары. На юге выходят Каратал, темчанская, в целом, темчанская горная страна. Ну и в равнинах территориях также возникает там, где здесь удобно для выбивания солнцов условия, скажем, прибрежные морские территории, в Северо-Восточном Прикаспии, там тоже развивается своеобразность, это искусство, и причём это в Северо-Восточном Прикаспии на них зафиксированы наиболее древние наскально-изобразительные памятники, но это уже не дают намагуфа. Петра Глеба и как наскальные изображения, в целом, являются акцентом циничными историческими источниками. Они являются источниками не только по истории, по разным периодам исторических процессов, но и в первую очередь они изучаются как произведение изобразительного искусства, как отражение изобразительной деятельности людей на разных этапах развития общества. Я вот эти долгие годы изучал наскальные изображения Алтая, то есть Восточного Казахстана, последние 20 или 30 лет изучал эти памятники в Житсу и на юге Казахстана, а потом вот в последние десятилетия мы обратили внимание, обратили свои взоры на наскальные рисунки северных и западных регионов, мугаджары, верховые реки Джем, потом на Мангошлаке, на Устюрке, и в Мангошлаке имеются вот такие очень древние и очень поздние рисунки, вот мангошлакские рисунки. Удивительно, они есть самые древние и самые поздние, то есть до Адаевских и Казахских креплений на стенах Мавзелеев и на скалах, вот они относятся к 19-му, началу 20-го века. Практически изобразительное искусство, то есть графическое искусство адайцев Мангошлака прекращается в 30-х годах 20-го века, когда уже в сознании, в обществе происходят коренные оллонки, индивидуальность человека, уже художника теряется, начинается вот эти, образовываться колхозы и совхозы, коллективная вот эта психология возникает, в это время еще и искусство. Ну вот, одна из задач, конечно, проследить преемственность в изобразительном искусстве, начиная с каменного века. Конечно, там, тематика, стилистическая особенность, они совершенно разные, но вот общая идея, желание передачи, хранение, хранение передачи информации и отражение каких-то мировоззреческих, религиозно-философских явлений в обществе, это все, в принципе, и сохраняется. В принципе, в какой-то степени можно рассматривать, как реликты вот этого искусства, вот желание, попытка современного человека, что-то там имя свое нацарапать на стенах, это фамилию, еще какие-то надписи. Это тоже, в общем-то, это пережиток в сознании человека, которое сохранилось, начиная с каменного века. Это неистребимо, пока человечество существует, как это у меня есть, какая-то преемственность в сознании, в психологии человека. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова